Мы живем не в том мире и не те, кто мы есть. Вот и все, вот и вся проблема, вот и вся болезнь. Наше тело – это такой инструмент, благодаря которому мы записываем на флешку души весь опыт, который мы получаем в течение жизни, причем неважно негативный или позитивный. Я решил, а почему бы действительно не попробовать себя принять толстым? Ну, просто вот взять и принять себя толстым. И я отпустил себя во все тяжкие. Быть, а не казаться. Вот современное человечество, с чего я начал, оно хочет казаться, но не быть. То есть казаться стройным, казаться успешным, казаться умным. И, в принципе, я для себя обнаружил, что еда – это, по сути, такой легальный наркотик, а современная пищевая промышленность, тот же сахар – это просто легализованная наркота. Существует 52 жизни, да, за которые человек якобы должен, ну, там, плюс-минус. Кто-то остается на повтор, кто-то быстрее проходит, кто-то медленнее. То есть за которые человек должен понять, как здесь все работает на этой планете. Я знаю людей, которые при деньгах, при серьезных деньгах, но они больные, они несчастные, и они, как бы, недовольны жизнью. И человек один сказал, да, я просто мечтаю об инсульте, чтобы он меня бахнул, и все. И как бы это все закончилось. Соответственно, если человек ничего не делает, он не ошибается. Кроме одной единственной глобальной ошибки, он ничего не делает. То есть интроверт, экстраверт, как там обзывают, пофиг. То есть хоть ты себя чморишь, хоть ты окружающих чморишь. Ты проблему не решаешь, ты закрываешь глазки, ты не хочешь видеть, ты не хочешь взглянуть на реальность вокруг себя. Но стоит только взглянуть в лицо реальности, и все. Насколько бы я вам ни рассказывал, вы можете посмотреть это видео через 10 лет, и вы совсем по-другому, особенно если вы что-то будете делать в своей жизни, вы совершенно по-другому услышите мои слова. Но только вы можете себе что-то изменить в своей жизни. Никто. Другие могут быть катализаторами, и бывают часто. Но по итогу изменить можете только вы. Хорошо выглядишь. Спасибо. Это я пересмотрел, я уже, наверное, вам рассказывал. Питание вообще в комплексе. Взглянул на современный сегмент вообще весь питания другими глазами. Честно говоря, я раньше думал, что я как-то необычно смотрю на питание, но сейчас вообще просто смотрю как-то. С одной стороны просто, с другой стороны, блин, как я раньше этого не видел. Вот что меня убивает. Хотя я просто, наверное, не задумывался. Знаете, когда организм молодой, он переваривает гвозди, как говорится. И мы закидываем еду просто по принципу, ну вот оно сейчас было под рукой, я закинул, потому что мне хотелось есть. Но приходит момент, когда организм начинает сбоить, и ты начинаешь понимать, что ты не можешь выполнять элементарные функции. Отца, кормильца, тупо даже заняться стройкой, или залезть на лестницу нормально. И поэтому приходится пересматривать. В принципе, просто я как бы откладывал, мне кажется, питание для себя куда-то в темный ящик. Мне было, наверное, взглянуть как бы то ли лень, то ли не хотелось, то ли как-то я от себя прятал. А когда родился гаврик, я как-то для себя решил, что пора, как-то пора уже заняться питанием, потому что мне 38 лет уже в этом году. То есть первый раз я о питании задумался 10 лет назад, полазил между вегетарианством, сыроедением, всякими диетами. Но опыт, опыт, без этого никуда не денешься. А когда родился гаврик, я для себя решил пересмотреть вообще свое отношение к еде, к режиму, к тому, чтобы быть примером, отцом. В принципе, первый так послужил толчком для того, чтобы я бросил пить-курить Тимур, мой старший сын. Когда уже Гоша родился, я уже был на рельсах такой, зожа, все дела. А сейчас, когда родился гаврик, я подумал, что мне нужны силы, чтобы тянуть троих детей, участвовать в их воспитании, зарабатывать деньги и так далее, и так далее, и так далее. То есть и для себя я решил, что ну а сколько можно бегать от себя, когда опять задумался, когда полтинник стукнет 60 лет. Поэтому я достал все свои знания и опыт, которые я собрал на протяжении жизни, просто это все проанализировал. Мы тут с братом моим беседовали. Если ты мне смотришь, халай-махалай, привет. Пришли к выводу, что я просто подгружаю свой древний мозг для анализа моего опыта, ну а потом, по сути, разархивирую его. То есть мой мозг может за несколько дней, иногда часов, иногда и недель, решить какую-то глобальную задачу, а я потом просто пользуюсь плодами его анализа. То есть мое подсознание работает гораздо быстрее, чем сознание. И поэтому я просто проанализировал все свои естествознанческие, испытанческие такие вот моменты в жизни. Ну и слепил из этого более-менее стройную логическую систему питания, которая, в принципе, позволила мне за полгода, во-первых, сбросить 13 килограмм, во-вторых, приобрести как бы физическую энергию. Но я не ограничиваюсь, то есть я сейчас еще хочу килограмм 7-10 сбросить, благо уже знаю как, как бы, то есть вопрос времени. Еще тут такой очень момент важный, раз уже затронули эту тему, давайте я немножко до конца ее разобью, чтобы не бросать на полпути. Меня всегда убивало слово «диета». То есть у меня такое ощущение, что, знаете, вот последние два дня наблюдал даже это случайно. Гуляли с Гавриком, там, недалеко от соседки одной, и к ней приехали какие-то знакомые. А она их не ждала так рано, и она встретила их с огорода. И первые ее слова были «Простите, что я так выгляжу, как свинья, вот сейчас я переоденусь и буду красивой». То есть человек как бы говорит, вот я когда на огороде, я чушкан какой-то, да, то есть не смотрите на меня. А когда я, может, сейчас оденусь, накрашусь, умоюсь, и вот смотрите я, какая хорошая. Ну, я понимаю, для женщины это важно. Вот сегодня тоже мы с Катей ездили там малому покупать коврик мягкий. И тоже девочка вышла, которая продает эти коврики. Ой, мне так неудобно, я думала, вы приедете, а вот муж, я тут в шортах. Да какая разница, раз ты так выходишь, допустим, к Кате, почему ты не можешь так выйти ко мне? Или что, ты хочешь на меня впечатление произвести, да? То есть меня всегда в людях и в себе, ну, в себе я это искоренял, в людях меня это бесило то, что вот человек, как та поговорка, да, как кобыла на свадьбе, морда в цветах, жопа в мыле, как бы. То есть люди всегда делают там, допустим, забор наружу красивый, а внутрь страшный. Вот, к примеру, они говорят, пусть, а почему ты наружу делаешь красивым? Ну, с улицы будут идти, смотрите, какой у меня красивый дом. А то, что ты там смотришь на страшный забор, это как бы плевать. Некоторые идут на компромисс. Они делают боковой забор к себе, лицевой стороной, чтобы видеть, а внешний забор, который на улицу, они делают красивой стороной к людям, а не к себе, да? То есть они как бы показывают, смотрите, как мы красиво живем, ну, вот так. И вот все вот эти корсеты, утягивающее белье, косметика. У меня такое ощущение, что люди как бы себя постоянно скрывают. Фильтры в эти в Инстаграм постоянные там. Я сколько раз ко мне приходили люди, которые записывались с Инстаграма, и я так смотрю профиль, смотрю человека, особенно девочек это касается. Я смотрю на профиль, приходит девчонка, вот если бы я не знал, что это она, как бы по расписанию, да, вот по времени она запишется, и приходит с Инстаграма вот конкретно эта там девушка, к примеру, да, на запись. Если бы я не знал, что это она, я бы ее не узнал. Видя ее страницу и видя ее в реальности, я бы не узнал, что это она. Вот к этому разряду я относил как бы диеты. Такое ощущение, что человек хочет, не знаю, 3 месяца в году или 3 недели в году держать строгий какой-то пост, диету, чтобы потом нахерячиться вреднятины всякой. То есть мне это было как бы из того разряда, что людям показываю, какой я хороший, а на самом деле я вот плохой. Ну или обычный, не плохой, а обычный. Простите, все пердят, простите, все какают. И все такие, ой, нет, ну я понимаю культура, но когда эта культура перерастает в мразы, меня это всегда как бы так вот бесило. Как? Ну вот 3 недели в году держать диету, к примеру, или месяц, а 11 месяцев жрать и мести все подряд, и потом жаловаться, мол, ой, что-то я опять не успеваю похудеть лету. У меня есть видео, я про него уже как-то упоминал, оно 17-го года, когда мы с Катей сначала сидели на спортивном питании и посбрасывали тоже нормально так килограмм, то есть диета по сути, ну это один из наших экспериментов был. Мы так хорошо сбросили, то есть я сбросил что-то тоже в районе 13 килограмм, если не больше, ну где-то так, то есть 13-15 килограмм, но это было строгое расписание, я себя там вот в эту сторону не смотри, в эту сторону смотри, вот это ешь, вот это нельзя есть и так далее. Ну и что произошло, когда мы с ней приехали в Киргизию, первый раз, вот в 17-м году я ее повез в Киргизию. Манты, шашлык, там все эти родственники, от которых с одного стола к другому, а кто знает, как накрывают восточные столы, тебя голодным не то, что голодным не отпустят, ты укатишься как колобок. Поэтому не рекомендуется посещать на Востоке сразу несколько гостей, да, потому что ты просто лопнешь. А у нас получилось так, что мама с папой ненадолго прилетели, как бы, и нам нужно было проехать по всем родственникам, знакомым. И мы за день могли у двух-трех гостей побыть. Это просто, простите, попа. То есть мы ели так, как мы ели, наверное, никогда. Ну а так как было ограничение до этого, как бы мы ели, и я за месяц вернул не просто 13 килограмм, я прибавил еще к ним 3 или 4 сверху за месяц. То есть я где-то там диету держал что-то в районе 4-5 месяцев, да. Когда я дорвался, как говорится, до их кухни и плюс родственники, я вернул все обратно и еще сверху привез. И у меня видно было там, уезжал в Киргизию вот таким, приехал уже круглым. У меня есть видео, которое пока лежит в полке стола, когда я решил так, что раз я диета не по мне, то есть я не люблю вот эти ограничения для себя решил, уже достолстел, я решил так. Это потому, что я себя толстым не признаю, да, и я решил признавать себя толстым. Вот этот мальчик меня тут критикал в комментариях, типа мол, разжирел, запустил себя. Он не понял, для чего я это делаю. Так как я за свою жизнь набирал, сбрасывал вес очень много раз, как бы, я не скажу, что это полезно, наоборот, но так получалось. Я решил, а почему бы действительно не попробовать себя принять толстым? Ну просто вот взять и принять себя толстым. И я отпустил себя во все тяжкие в плане еды. То есть я не отказывался ни от тещиного торта, ни от мяса на ночь, ни от того, ни от всего, ни от пятого, ни от десятого. То есть абсолютно плевал на правила поведения, в том числе и на режим. То есть я мог там лечь не до 12 хотя бы, в лучшем случае, а там мог лезть в час, в два, иногда в три даже мог лечь спать. Положил на расписание, положил на еду вообще, что я ем, в каком магазине я покупал. То есть я подумал, ну вот если я когда приму себя толстым, оно автоматически похудеется. Очень хорошо это мне помогло в качестве проработки комплексов. То есть когда ты становишься, простите за выражение, жирным, и смотришь на себя в зеркало, у тебя как бы волей-неволей начинаешь искать в себе другие положительные качества. Потому что человек, когда он выглядит хорошо, он становится неким эгоистом. Это можно смотреть по всяким инстасамкам, особенно молодым ребятам, которые кичат со своей молодостью, потому что до 25 лет, в принципе, можно вообще не смотреть особо, что ты ешь. Все равно ты будешь как бы физически стройным. Ну, в редких случаях, когда это уже прям реально на себя забил. И, соответственно, в психологическом плане для меня это очень хорошо сработало. Но стала тяжесть, стала дупловатость, стал потеть, стали, простите, даже тереться ляжки друг об друга. И я не сказал бы, что мне нравится это состояние. Поэтому, приняв себя толстым, проанализировав весь свой опыт, я пришел к выводу, что либо надо менять образ жизни, вообще вот образ, штуку образа, представление о жизни. То есть, а что это? Представление о еде, представление о режиме, который я все равно до сих пор регулярно нарушаю, но уже не в такой степени, как раньше. Потому что кто запишется в группу по привычкам, тот поймет, почему я так делаю. Это уже отдельная тема. И когда ты меняешь образ жизни, у тебя перестает быть вопрос в какой-то диете, в фиксации, в наносном каком-то. То есть, ты перестаешь... Знаете, есть такое выражение «быть, а не казаться». Вот современное человечество, с чего я начал, оно хочет казаться, но не быть. То есть, казаться стройным, казаться успешным, казаться умным. И вот я недавно выложил в группе своей выражение, я не помню, как там дословно звучит, то есть, если бы они хотели найти правду, они бы искали правду. Но люди хотят самоутверждения, да? То есть, они хотят доказать, что, мол, я прав. А почему? Ну, просто, что я такой крутой, к примеру. То есть, многие люди не хотят признавать, что у них есть какие-то там дефекты, причем непонятно, с чьей точки зрения. Бывает так даже, ты что, шибко умный, да? То есть, чересчур умный – плохо, дурак – плохо, середняк – понятно. А где эта середина, фиг его знает. То же самое с диетой. И я как бы решил понять вообще образ. Почему люди жрут? Почему они держат диету? Почему они… То есть, я зашел, как всегда, с психологической точки зрения. С поиска причинно-следственной связи. И, в принципе, я для себя обнаружил, что еда – это, по сути, такой легальный наркотик, а современная пищевая промышленность, тот же сахар – это просто, ну, легализованная наркота, по сути. Я не думаю, что он чем-то относится лучше, чем от наркоты. Плюс он вызывает не только психологическую зависимость, но он вызывает физиологическую зависимость. И, соответственно, физиологическая зависимость, она работает напрямую через подсознание. То есть, сознанием человек понимает, что сахар вредно, но его организм говорит, а я хочу тортик. Почему? Потому что я, а, привык, б, это вкусовые ощущения, там, в, я заедаю там какой-то свой психологический затык. Давайте уже завершим тему с питанием. Если пересмотреть причинно-следственные связи, нужно работать в комплексе. То есть, не бывает, как вот мне понравилось, я тоже начал изучать всяких футблогеров, спортсменов и так далее, только не таких, которые качки, а которые реально заморачиваются с причинно-следственными связями. Я подумал, блин, а чем я хуже? Ну, в плане того, что надо же просто сесть, подумать и разобраться. И, вы знаете, я не скажу, что я сразу прям выстроил какую-то стройную логическую систему. У меня сейчас вот занимается 11 группа по питанию, да? Причем половина из них не активные, как бы. Есть люди, которые так психуют, там, повторяют то, что надо, а есть, которые активные. Но вот те люди, которые активные в группе, они, мне очень нравится, самодисциплинированная группа, и, в принципе, все понятно. То есть, я говорю, вот это можно, это нельзя, это надо, это не надо, это все. И, как бы, вот прям классно. То есть, если мы берем мою первую группу, это вообще был чистейший практически воды эксперимент, основанный на моих догадках, собственных каких-то наработках там и так далее, да? То есть, если мы говорим уже об 11 группе, это уже отработанная работа, которую человек, делай, получай, делай, получай, делай, получай. И самое главное, что здесь надо рассматривать это, как образ жизни. Вот, ну, по-другому не скажешь. То есть, если рассматривать мой подход, как питание, да, диета, то это не то. Если это рассматривать, как образ жизни, то вообще классно. И самое прикольное, что здесь не надо худеть быстро. То есть, я понял, что везде, где быстро кроется, то есть, как дьявол кроется в деталях, так везде, где быстро, есть быстро обратно. То есть, если быстро туда, то быстро обратно. Если ты быстро сбросил вес, ты быстро его вернешь обратно. Если ты, допустим, пошел к мануалу и он тебе вправил там спину, то неизбежно будет откат обратно. Если ты, допустим, пошел, накачал быстро мышцы какими-то там взрывными упражнениями, там кроссфит, да, это обязательно вырвется в физиологическую какую-то проблему, там проблему с сердцем. Или даже если ты накачаешь мышечную массу, то без должного ее поддержания, то есть ты же не можешь держать постоянный темп бешеных тренировок, да, взрывных тренировок. Когда-то надоест, там дети появляются, работа, так далее, так далее, так далее. Хорошо, когда ты футблогер, когда ты целыми днями только снимаешь ролики про то, что ты жрешь, по сути, да, там. Плюс ты еще, если футблогер-спортсмен, то получается ты целыми днями занимаешься в спортзале в лайтовом режиме, отдыхаешь, жрешь, простите, и рассказываешь людям, как это здорово заниматься спортом, как это здорово жрать от пуза при нормальной зарплате, там, да, и так далее, так далее. Но почему-то не учитывается там работяга, который стоял у станка, к примеру, да, не учитывается там уборщица, которая работает там за зарплату всего в 15 тысяч, причем ей там надо из этих 15 заплатить там за комуслуги, одеться, поесть, и он говорит, да, покупайте себе там авокадо, красное мясо, там, рыбу, там, и так далее, так далее. Хорошо, когда у тебя все хорошо, и ты со своей колокольни типа говоришь, да, хер ли там вот в питании. Для меня этот вопрос был принципиальный другой. То есть я нырял, нельзя назвать меня белоручкой, белошвейкой, я как бы работаю всегда не за страх, а за совесть. То есть я физически очень много работаю, я умственно много работаю, но бывают у меня периоды отката, когда я как бы анализирую, то есть я могу там 3-4 года вкалывать, как Папа Карло, а потом год ничего не делать, ну, к примеру. В плане, ну, ничего не делать, ну, скажем так, не работать ни хреначить так, как вот я 3 года, когда я ездил, допустим, по тем же правкам, то есть мне все друзья удивлялись, как ты столько и работаешь, сколько выдерживаешь, и когда ты отдыхаешь. Я говорю, я отдыхаю в работе, то есть если я увлечен, там и отдых, там работа, там и все. Но наступает момент, когда, так, стоп, оставляем, надо проанализировать. Вот это оставляем, надо проанализировать, его может затянуться от нескольких месяцев до нескольких лет. Ну, нескольких лет, конечно, вряд ли, но год точно, я думаю. Были у меня такие откаты, где-то длиной 8-9 месяцев, когда мне нужно было просто проанализировать все, что я, как говорится, натворил за предыдущие пару лет. И выходил я всегда после этого анализа с какими-то новыми знаниями, которые систематизировал, и мог их применять, передавая, допустим, как опыт. До сих пор этой схемой я пользуюсь. То есть я какое-то время коплю-коплю-коплю опыт, потом этот опыт структурирую, расписываю в какие-то простые алгоритмы, и могу уже эти алгоритмы предоставлять людям для работы с их телами, душами, умами и так далее. Что и произошло, в принципе, с питанием. То есть все мои вот эти там похудеть, поправиться, есть одно, второе, быть вегетарианцем, веганом, сыроедом, спортивное питание и так далее. Это была работа, которую я толко-толко-толко проводил со своим организмом, психикой и так далее. Потом пришло время собирать урожай. То есть пришло время анализировать, пришло время структурировать. И как оказалось, в принципе, весь тот опыт, который я с собой нес, он не просто так. Вот у меня есть провокационное видео, которое называется «Я не согласен со своими предыдущими видео». Честно говоря, просто надоело, потому что люди говорили, вот ты там несколько видео назад говорил одно, сейчас говоришь другое. Нет. То есть каждый... Это как нельзя сказать, что есть ступенька номер один и ступенька номер десять. Между ними должна быть вторая, третья, четвертая, пятая ступенька. И ты не можешь с первой сигануть на десятую. Ну не можешь. Да, ты можешь там прыгать, но когда-нибудь ты навернешься. И то это две-три ступеньки как бы ты можешь перепрыгивать. Но, как правило, практика показывает, что если ты что-то перепрыгнул, ты потом возвращаешься. И лестница жизни, она немножко не так устроена. То есть нельзя там, допустим, в каком-то возрасте в двадцать лет все понять и потом жить правильно ни разу не ошибившись. Так не бывает. Потому что вся жизнь – это, по сути, конгломерат опытов над собой, с собой, с окружающим пространством. То есть покажите мне человека, который знает, как правильно жить и идеально. Я таких не знаю. И даже не представляю, что значит жить идеально. Мне кажется, если человек умеет жить идеально, как бы безошибочно, он не здесь уже, не на этой планете. Он где-то там уже все. Он реинкарнации все прошел, закрыл этот круг и свалил строить планеты, управлять солнечными системами и так далее. К примеру, если мы опять же берем по материалам РА, повествованию. Соответственно, если человек ничего не делает, он не ошибается. Кроме одной единственной глобальной ошибки – он ничего не делает. То есть он может всю жизнь профукать, просидеть возле компьютера, просмотреть в экран монитора за наблюдением чьей-то жизни. Причем может ее активно обсуждать, осуждать. Особенно люди, которые смотрят «Дом-2», это для меня вообще просто великолепно. Шедевр. Я люблю таких людей изучать. Я говорю, что ты там в этом «Доме-2»? Там эмоции. То есть, понимаете, человеку не хватает собственных эмоций, и он смотрит, как другие эмоционируют. Ну, это такой воэризм. То есть, когда ты не можешь заниматься сексом, а начинаешь подглядывать за теми, кто занимается сексом, и при этом испытывать от этого удовольствие. Не знаю, что там, рукоблудить или еще что-то. То есть, это уже отклонение как бы от нормы. Кто тебе мешает, найди самку для спаривания, спаривайся, к примеру. То есть, выполняй свою биологическую задачу какую-то. Размножайся, получай удовольствие и так далее, и так далее. Но нет. Человек любит наблюдать за другими. Что он делает? И вот эти люди, на мой взгляд, они и совершают... Ну, опять же, это не ошибка, это их опыт. То есть, они могут там всю жизнь просидеть, потом такие, блин, а надо что-то делать, твою мать. А у меня уже 50 лет, и как бы за плечами непонятно что, а впереди непонятно где. Это впереди. И, на мой взгляд, вот действительно, лучше уж ошибаться, 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 а потом просто собрать опыт этих ошибок и как бы сделать из этого какой-то вывод, что ага, вот так лучше не делать, так лучше не делать, а вот это лучше оставить, а из этого мы слепим более стройную систему, это добавим сюда, посыпем этим, и оп, готов какой-то более-менее нормальный рецепт жизни. Поэтому, на мой взгляд, субъективный, ошибок вообще не существует. То есть, все мои до этого дела, они послужили ступенькой к пониманию чего-то большего. И поэтому люди, которые мне говорят, вот ты тогда говорил так, а сейчас говоришь так, они вызывают смех. То есть, я даже принимаю других людей, которые вчера там говорили, топили за сыроедение, а сегодня говорят, я не рекомендую никому ходить, не сыроедение. Я их прекрасно понимаю. И сейчас этих отказников в интернете все больше, которые там побыли на сыроедении, а теперь топят за другое питание. Почему я их понимаю? Ну, для них тогда это было правильное решение, они решили пойти посмотреть, как это будет. То есть, они... Кто-то уверовал, кто-то там кому-то какие-то научные данные там приглянули, кто-то там почитал какое-нибудь китайское исследование, решил, что вот это точно надо сыроедить и так далее. Пошел, сходил, получил свой опыт и сделал на его основании какой-то вывод. Этот вывод может отличаться от того, что заставило его пойти на эту систему питания. То есть, он себе там трехлетнему, пятилетнему назад, он может сказать, слушай, вот там ты косячил. Это разве плохо? Это нормально. И вот опыт, я считаю, что вот только можно получать опыт и анализируя его, выстраивать те опыты, которые дальше ты можешь, скажем так, ставить над собой, над окружающим. Конечно, лучше, если ты никого особо не затрагиваешь. То есть, поэтому, допустим, на моем канале крупными буквами написано, что это сугубо мой индивидуальный опыт, он может не подойти именно вам, не повторяйте завтра. Это не случайная там отмазка, хотя и в качестве тоже случайной отмазки на всякий случай использована. Но на самом деле, я действительно не считаю себя правым настолько, что я должен решать за других людей. Что им есть, какими упражнениями заниматься, что делать по жизни и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я считаю, что я могу только рассказать свои наработки. И если эти наработки кому-то из вас пригодятся, как, не знаю, там какой-то кирпичик, который он возьмет там и вставит в свою пирамиду опыта, да, и тогда им, а, вот, ага, вот это мне все понятно, это я доработал, додумал, все, это будет у меня там запасным кирпичиком. Тогда я вот это понимаю. То есть, в принципе, этот канал, он и был создан как веха, как, знаете, вот ставят вехи на болотах, да, то есть, прошел человек по тропе через болото, где-то провалился, где-то там ничуть не заблудился, где-то там по сухому прошел, да, и оставил за собой какие-то там вехи с пометкой там «Тут опасно, можно провалиться, тут там то, тут то». Следующий, кто за ним пройдет, следующий, кто за ним пройдет по этим дороге, это не значит, что через это болото не существует других дорог. Существует, я уверен, и больше, чем можно представить, да. Но по этой дороге этому человеку будет уже идти как-то понятнее. То есть, что кто-то по ней прошел, вот здесь он там навернулся, здесь он там спотыкнулся, тут чуть не утонул, там, и так далее, и так далее. И он уже может как бы пройти более безопасный путь. На мой взгляд, это и есть эволюционная рулетка, да. То есть, когда мы предлагаем другим людям свой опыт для того, чтобы они там не тратили время или посмотрели какого-то по другим углом на свою жизнь, на жизнь других людей и подумали, ага. То есть, даже те люди, которые смотрят «Дом-2», они получают тот опыт, который они там видят. Единственное, что там нужно понимать, что там идут сценарии, и многие люди, выдуманные сценарии, воспринимают за правду. И все эти ток-шоу там, «Пусть говорят», «Время покажет», это все срежиссированные ток-шоу. И эти срежиссированные ток-шоу многие люди воспринимают за правду жизни. Это в свое время такая же бодяга была с романами, да. То есть, были писатели, которые писали романы, и телевидения, интернета раньше не было. И люди, читая романы там о любви какой-то неразделенной, они брали за шаблон поведение и вставляли в реальную жизнь. И пытались там с какой-нибудь крестьянкой замутить роман. А крестьянка говорила, «Ты что, дурак, барин? Просто там сунь мне и все». Так вот все предыдущие барины. А он говорит, «Нет, любовь. Понимаешь, мы должны с тобой там смотреть на звезды, вздыхать в унисон». Где он этого набрался? Он прочитал чей-то там фантастический, эротический роман. И ему казалось, что вот он так с какой-то там клавой условной должен этот роман воспроизвести. Из той книги, которая ему так впечатлил, он понравился, там возбудил какие-то его рецепторы и так далее. Но это не значит, что роман имеет отношение к реальной жизни. Сейчас это все вошло в нашу жизнь более нагло, более беспардонно. Со всех телешоу, со всех YouTube-каналов показывают блогеры свою жизнь, которая не является их жизнью, которой они живут на камеру. Появляются ток-шоу, где показывают, что вот смотрите, давайте там Дом-2 построим свою любовь. На самом деле там просто срежиссированы ток-шоу, которые направлены на эмоции, чтобы расшатывать человека эмоционально, и соответственно, чтобы их смотрели, чтобы больше рекламы покупали, чтобы зарабатывать в конечном итоге больше денег. А человек это воспринимает за чистую монету. Много людей, я удивился, когда узнал, много людей воспринимает это за чистую монету, и они как бы начинают этот образ Дома-2 переносить в свою жизнь. Ну, я говорю условно Дома-2, кто-то там фильм какой-то посмотрел, кто-то книжку прочитал, кто-то передачу какую-то посмотрел, там богатые и знаменитые, шоу «Холостяк», там «Битва экстрасенсов». То есть сейчас на любой вкус есть вот такие развлекушечки. То есть кому-то игры компьютерные, кому-то, ну короче, такой всеобразный уход от реальности. То есть люди всеми возможными способами сваливают свои фантазии, сваливают свои, ну кто смотрел, допустим, тот же фильм с Брюсом Виллисом «Суррогаты», он помнит, да? Ну, так ряд таких фильмов существует, когда там где-то даже романов фантастических о бессмертных, которые там все попробовали в этой жизни и так далее, и так далее, где затрагивается смысл жизни. Но везде одно и то же человек пытается сбежать от реальности. А что реальность? А реальность такова, что жирная тетка глубоко за 40 сидит, смотрит передачу «Дом-2», а у нее сахарный диабет, у нее ноль личной жизни, у нее куча больных, там, я не знаю, родственников, она сама больная, она там получает зарплату 15-20 тысяч, и при этом никуда не стремится, она просто смотрит «Дом-2» или там другую какую-то передачу, шоу «Холостяк», и она живет эмоциями тех людей, которые на этом шоу существуют, да? То есть, что мы имеем? На одной чаше весов мы имеем больную, кривую женщину с кучей заболеваний, которая хочет от них избавиться, по факту, потому что они мешают ей существовать, да? А со второй мы имеем ее фантазии относительно своей жизни и вообще жизни в целом. То есть, она, по сути, судит, как жизнь устроена по тому моменту, что ей вещают из ящика. То есть, на лицо полный диссонанс, то есть, диссонанс между реальностью и ее фантазиями. И получается, что мы живем не в том мире и не те, кто мы есть. Вот и все, вот и вся проблема, вот и вся болезнь, в принципе. То есть, обратись к реальности, разгреби свое ментальное дерьмо в голове, взгляни на мир и все уже сказано. То есть, когда я сунулся с вопросами по питанию в интернет, оказалось, что очень много людей говорят здравые вещи. Кто-то там по-своему вещает, кто-то там с одной точки зрения, кто-то с другой. Но очень много людей говорят здравые вещи. Но, на мой взгляд, конечно, объясняют это. То есть, я еще не встретил такого человека, который бы практично устроил. То есть, они для себя раскусили и пытаются, как я вам сейчас из головы, выстроить, вылепить некую кирпичную стену, показать, смотрите, вот она такая. Но на самом деле информация должна быть рабочая. Вот самое главное, к чему я вот всю эту вот сейчас канитель завожу, чтобы вас к одному подвести, чтобы реальность не расходилась с вашим представлением о реальности. Иначе вы все подгоните под свое видение. То есть, вы будете себя обманывать, вы будете себя выгораживать, вы будете врать себе в первую очередь, врать окружающим по-любому будете. Через время это превратится в хейтерство, потому что вы сами ничтожество, на вас никто не смотрит, никто с вами не дружит, вы одинокий, больной, кривой, хромой, косой, еще и не зарабатывающий денег. Как вы можете самоутвердиться? Очень легко обосрать кого-то успешного или кого-то просто, кто хочет что-то сделать в этом мире. И обосрав его, вы чувствуете себя удовлетворенным, потому что там, допустим, этот кто-то даже начал отвечать на ваши комментарии, чтобы вы почувствовали себя человеком. Но вы вместо того, чтобы почувствовать себя человеком, вы почувствовали, что а, мне придали важность, да, я, значит, судья, раз на меня посмотрели, я могу рубить шашкой, судить и карать и миловать, да, то есть вы воспринимаете доброту за слабость, это многие люди касаются. И по сути, вместо того, чтобы выбираться, вы еще глубже ныряете в вот этот диссонанс между реальностью и вашим представлением о реальности. И в конечном итоге вы будете находить таких же единомышленников, которые будут убеждать вас и себя, в том числе, что все вокруг козлы, а вот вы вдвоем ничего такие, но все дебилы, кроме вас. А то, что вы там не можете, допустим, похудеть, это проблема диетологов, они сами жирные, посмотрели, ничего не знают, эти ютуберы, они тоже ничего не знают, не могут мне помочь, я там у трех был, опять вес набрал, да, сначала сбросил, потом набрал. Кто виноват? Виноват тот, кто с тобой занимался, но не ты, никогда не ты. И вот самое печальное вот из этого диссонанса, то, что человек живет в реальность, а мысленно пребывает в какой-то своей виртуальной реальность, где он красавчик, молодец, успешен, или, если даже он сейчас не успешен, то это потому, что ему мешают масоны, правительство, сосед, тот, вот этот, и буквально вот завтра-послезавтра я найду какую-то фишечку, как это, вот что я резко разбогатею, и такой, я буду ездить на крутой тачке, короче, и вот смотреть на всех, и плевать через окно, и говорить, поняли, лохи, я крут, но в итоге, как правило, этот человек доходит, даже если он получает желаемое, там, получает машины, получает недвижимость, с таким характером он понимает, что всем плевать вокруг, то есть, есть люди, я знаю людей, которые при деньгах, при серьезных деньгах, но они больные, они несчастные, и они, как бы, недовольны жизнью, и человек один сказал, да, я просто мечтаю об инсульте, и чтобы он меня бахнул, и все, и как бы это все закончилось, то есть, человек, у которого есть деньги, есть машины, есть недвижимость, есть возможность, он мечтает об инсульте, то есть, понимаете, в чем прикол, вот в этом диссонансе и есть, и то, что мы здесь находимся, на этой планете, это, на мой взгляд, и есть вот глобальный урок, по получению опыта, переработке опыта, и, если хотите, то, может быть, наше тело, это такой инструмент, благодаря которому, мы записываем, на флешку души, весь опыт, который мы получаем в течение жизни, причем, неважно, негативный, позитивный, душа сама по себе, да, если мы так разберемся, немножко ментально зайдем, то есть, душа, как она, по всем верованиям, она бессмертна, она не чувствует человеческих качеств, боли, там, страдания и так далее, да, то есть, душа вечно молода, вечно прекрасна, вечно красива, все, все, все прекрасно, да, ну, а как тогда бессмертное, прекрасное существо, которое нельзя уничтожить, нельзя куда-то деть, как его научить или показать, какая вот, какая вселенная, да, ну, на мой взгляд, нет ничего лучше, засовываем в бренное тело, которое получает пинки, которое получает тычки, которое болеет, стареет, умирает, плодится, размножается, испытывает радость, горе и так далее, так далее, так далее, великолепный инструмент, и все им пользуются на свое разумение, но когда этот инструмент начинает диссонировать, да, с одной стороны, это тоже опыт, то есть, человек, проведя возле телеэкрана всю жизнь, может в конце жизни осознать, блин, что я такое делаю, и сдох, но это было уже как бы дело, да, то есть, он понял, блин, твою мать, и уже, если опять же, лезем в ментальную дальше, вот эту вот, реинкарнацию, что получаем, то человек рождается в следующей жизни, имеет подсознание, опыт души, да, интуицию, опыт души, как хотите его назовите, в предыдущей жизни, и рождаясь, он говорит, так, надо что-то делать, надо что-то делать, потому что в прошлой жизни, интуизивно, он понимает, что он просрал всю свою жизнь, и он становится очень деятельным, иногда через чух, и вот, на мой взгляд, как бы, если судить опять же, по вот этому колесу перерождения, типа, ну, официально, неофициально, там, по этой нумерологии, существует 50 для жизни, да, за которые человек якобы должен, ну, там, плюс-минус, кто-то остается на повтор, кто-то быстрее проходит, кто-то медленнее, то есть, за которые человек должен понять, как здесь все работает на этой планете, как только он понимает, его могут изъять, либо на другую планету, для получения другого опыта, либо, как говорится, в более другое состояние, да, состояние пара, или состояние света. Поэтому вы можете быть какого угодно, верования, исповедания, ислам, христианство, атеизм, но вы не можете отрицать одного в физиологии, потому что, если вас уколоть гвоздем в руку, будет больно всем, и мусульманину, и христианину, и какая у тебя, неважно, кожа цвета, какой ты национальности, какого ты вересопоедания, будет больно всем. Поэтому, вот, на мой взгляд, человек должен взглянуть в глаза реальности, чтобы понять, как она устроена на самом деле. И для себя я использовал и придумал термин естествоиспытатель. Не научный там какой-то сотрудник, не ученый. Понимаете, потому что многие ученые, они теоретики. То есть, ну давайте предположим, что это работает вот так. А с чего ты взял, что оно точно так работает? Ты можешь выстроить модель, но не знаешь, что она будет рабочей. Ты можешь выстроить даже модель на основе фактов, то есть реальных фактов, которых нельзя оспорить. Но сама модель у тебя будет ошибочной. То есть, выводы из этих фактов ты можешь сделать неверные. И волей-неволей, я понимая все это, наблюдая окружающее пространство, я понял, что один единственный путь получить какой-то опыт, это получить опыт. То есть, по сути, быть естествоиспытателем. То есть, взять какую-то парадигму, взять какую-то теорию, какое-то движение, понимание, формулу, если хотите, и попробовать эту формулу воспроизвести в реальной жизни без отрыва от сознания и физиологии. То есть, чтобы у тебя все в унисон работало. Чтобы ты не смотря Дом-2 делал дела, а смотрел в мир и работал с миром. То есть, если ты идешь Дом-2, ты туда иди, там живи, там тогда работай. Но если ты живешь в мире, вернись в мир и работай в миру. То есть, ты здесь для этого, ты не то, чтобы улететь душой куда-то там в молитвах и асанах. Хотя это тоже как бы вариант, да, но как оно спасение, отличие. Ну и опять же, поговорка моя любимая, ладно, это не буду, а то оскорбит опять кого-нибудь. Моя любимая поговорка, легко быть святым на горе Тяньшань, да, труднее на базарной площади. То есть, многие люди, думая, что они достигли просветления, попадаются к какому-то хаму, и он рушит весь их стройный вот этот фактологический ряд. И многие люди, они будут отписываться, ставить дизлайки, закрывать, убегать со стримов, почему? Потому что, когда ты пытаешься человека поставить перед правдой, перед реальностью, он будет всячески закрываться. Для него это смерти подобно. Это хрупкое равновесие между его придуманным миром и реальным. Когда он нашел себе кучу оправданий, кучу, почему он не может сделать это именно сейчас, и так далее. Кучу-кучу-кучу всего он сделал, чтобы только не заглядывать в реальность. То есть, он глаза может даже закрыть. Или там, как дети, знаете, делают, они уши закрывают, бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, я тебя не слышу, бе-бе-бе-бе-бе. То есть, вот большинство людей, они так и поступают. Почему, когда ты вещаешь людям о какой-то таблетке, вокруг тебя тут же соберутся десятки, сотни и тысячи людей, которые будут желать получить эту таблетку. И ты можешь им толкать эту таблетку и пытаться продать копеечную таблетку за сто рублей. И люди будут покупать Почему? Потому что ты им вещаешь О том, что выпив эту таблетку Они решат все свои вопросы Все на одного И только вот эта таблетка, только вот сейчас Только вот за эту цену И человек будет платить, он будет стоять в очереди Он будет спрашивать, а вам помогло И найдутся люди, которые скажут Мне помогло, это реально рабочая таблетка Будут, конечно, те, которые будут говорить Но они не верующие, они неправильно использовали таблетку И тогда у того человека Будет стоять очередь И он будет говорить, да, покупайте мою таблетку Вы будете видеть реально совсем по-другому Она решит все ваши проблемы Но по итогу это обманка А когда вы придете к человеку, который скажет вам правду Скажете, нет, нет Да ну, все не так Все по-другому, потому что я так хочу представлять Это грезы моего романа То есть я читал в книгах Что любовь вот она вот такая Как в романтических Переживаниях и книгах А помните такая поговорка Лодка любви разбилась о быт То есть когда ты с девушкой У вас романтический конфетно-букетный период Ты все влюблен, порхаете У вас все великолепно Но как только у вас там дети, хозяйство И вот ты уже пошел налево Она направо Вы не разговариваете Она растолстела Ты пропадаешь все чаще в мастерской В гараже, у друзей Тебе плевать Где же наши отношения, которые были А потому что вы с реальностью Тогда разбежались Сразу, изначально Потому что вы пришли Вот как раньше было Приходили сваты Так, ага У вас, значит, корова есть У нас покосы У нас там семеро братьев Значит, сможем сено ей прокормить Но у нас вот коровы нет Ага Так, у вас вот это есть У нас это Все Значит, ваша Маша Выходит за нашего Ивана Все Решили, почему Столько из сугубо практичных соображений А любят они там друг друга Они любят срать У них коровы У этих Кто эту корову сможет прокормить И вместе они выживают То есть, раньше такое условие было Сейчас Условия изменились Но они больше перешли В психологическую сферу То есть, и люди Встречаясь друг с другом Они одевают маски И, как в той поговорке Кобыла на свадьбе Мордов цвета Жопу умыли И лодка любви Будет разбиваться об это Вы будете себя обманывать Врать Искать таблетку Бегать за суперспособами Супердиета для похудения Супер, не знаю Правка У особенного правщика Который там Еще плюс ментальное Вкладывает там Ювелир Да Вы будете искать Супермассажиста Который решит ваши вопросы Потому что вот тот массажист Не решил А вот тот должен решить И вы их начинаете сравнивать Вы начинаете Пока Нет Вы никогда не признаетесь себе Что вам надо разобраться С тем, что вы едите Вы никогда не признаетесь себе Что вы ненавидите Того человека С кем вы живете Там Вторую половинку свою Да Потому что вы начинали На обмане А закончили Как бы у разбитого корыта Вы никогда не признаетесь Что вы не работаете На другой работе Потому что вы получили образование Вы потратили кучу времени Денег Усилий Чтобы стать на эту должность Вы не будете испытывать Никакого кайфа Отхождения на работу Но вы скажете А что я умею другого Я ничего другого не умею Я никогда не пойду На другую работу Потому что вот я учился Там на инженера И работаю на этом Сраном заводе Мне платят эти сраные Там 40-50 тысяч И я буду рогом упираться Потому что попробую Найди еще такие деньги За ту работу Но ты будешь ненавидеть Эту работу И вот человек получается Живет не своей жизнью Не с тем с кем хочет Не так как он хочет При этом Живет все подряд И он говорит Знаете У меня проблема Я не могу похудеть Не братан У тебя проблема в том Что ты жизнь свою Пустил под откос То есть ты свои фантазии И физическая составляющая Просто раздисонировал Рассинхронировал нахрен И поэтому Не в питании дело Братан Не в питании дело Проблема В твоей башке То что ты Себя оправдываешь Но ты что сделаешь Ты будешь дальше Себя оправдывать Потому что Твой хрупкий мир Не должен рухнуть Будут все виноваты Кругом Кроме тебя А вот если Будешь виноват ты В кого ты превратишься Да в задрота Который будет толстеть Сидеть дома Смотреть порнофильмы Сериальчики Жрать еду с Макдака Потому что у тебя нет жены Которая тебе это приготовит И так далее Вот в кого ты превратишься Но ты будешь себя До последнего оправдывать Даже на смертном адрее Ты будешь себе говорить Что это хреновая планета Меня сюда загнали Нехорошие сущности Я ненавижу Бога Я слышал таких Которые Типа меня Я не просил его сюда Меня помещать Типа того То есть Человеческая психика Так устроена Что она готова Обвинять даже Создателя вселенной В том Что он не смог Понимаете И вот эта вот Ноша Она если ее сразу Вывалить на человека Конечно тяжела И весь мой канал Он по сути Является целью Расшифровки То есть я мягко Ну где-то не слишком мягко Где-то мягко Я подвожу вас К всяким мыслям Выводам Чтобы вам Немножко так Как мне мама В свое время Да Она же могла сказать Да мы все равно Сдохнем Можешь ничего не делать Сын Вся жизнь Говно Это на этой планете И вообще ничего Невозможно сделать Нет Моя мама Всегда убеждала Да Где-то может Создавала Альтернативную реальность Но Тем не менее Она убеждала Все возможно Все мы можем сделать Если что-то Не получилось Сломалось Мы можем посмотреть По-другому Как-то это исправить Поэтому по сути Я просто передаю Ее Мастерство Ее волшебство Если хотите По Открыванию Ваших глаз Сказанник На вас же самих То есть Начиная с того Видео Когда я снимал Несколько лет назад Называется Не ври себе И заканчивая Разблокировкой Атланта Потому что Не бывает Одного без другого То есть Если у тебя Хреновый кровоток в шее Ты не можешь Чувствовать себя счастливым Если у тебя Не работает желчный пузырь Ты не будешь Испытывать счастье Потому что Ты находишься В физиологическом теле Если Ты не понимаешь Как устроена Та или другая Эмоция Или еще что-то Не реши задачу Потому что Если из формулы Убрать одну составляющую Формула станется Нерешаемой Понимаете В чем прикол То есть Для меня Вопросов нет У меня много Почитай вот этого Посмотри этого То есть Мне надо было С питанием разобраться Я хоп Опыт Так Приложил Переложил И до сих пор Я совершенствую То есть Ага Вот это будет база Это основа Это доработаем Это переработаем Будем отслеживать Ага Вес по пол вниз Хорошо Сытость постоянная Присутствует Великолепно Хорошо Все Я жрать не хочу Я при этом худею Я получаю Полноценный рацион питания Это из моей жизни ушло Это пришло Это я заменил Это сюда Это туда То есть Формулу подставляю И начинаю Решать задачу Если где-то Какая-то переменная Не работает Я раз Ее изымаю Ставлю другую переменную Начинаю дальше совершенствовать И опять же Вернемся к группам по питанию Если первая группа по питанию Была вообще непонятно Что мы тут делаем Типа Что-то проверяем То 11 группа по питанию Для меня уже понятна Я знаю Что вот ага Вот так Для тех кто худеет Смотрите Вот такая корректировка Для тех кто набирает вес Наоборот Вот такая корректировка Для тех там У кого молочница Это третья корректировка Вам вот это можно А это нельзя Потому что каждый индивидуальный То есть это уже Какая-то формула Это программа Я не скажу Что она совершенная Но по крайней мере Из того Что я раньше не знал Год-два назад Благодаря анализу И опыту Получилась Более-менее решаемая проблема Которая решается По сути решается То же самое С физиологией То есть человек думает Что он разблокировал Атлант Поправил Атлант Все Он больше ничего не может делать Не хочет Не будет И зачем Он все для своего организма Сделал Он сходил на правку Атланта После этого Можно лечь на диван Лежать и ни хрена не делать Это как диета Три недели воздержался Весь год Живи что хочешь Это мечта каждого человека Но она не работает То есть это один из кирпичей Решение То есть один из элементов формулы То есть одна переменная Но это лишь одна переменная А их несколько И эти переменные Нужно понимать И сколько бы я вам не рассказывал Вы можете посмотреть Это видео Вот именно этот стрим Через 10 лет И вы совсем по-другому Особенно если вы что-то будете делать В своей жизни Вы совершенно по-другому Услышите мои слова Вы совершенно по-другому Услышите то Что я здесь говорю И я это уже понял Что люди не понимают С первого раза Просто потому что Почвы нет Нет опыта Нет понимания А как им это дать Очень просто Надо просто Брать человека за шкирку Проводить его часть пути И показывать Смотри Видишь Вот ты Вот это изменил В своем поведении У тебя случилось это Вот это ты изменил В своем питании У тебя вот оно Причинно-следственная связь Видишь Видишь Сможешь без меня повторить Смогу Все Теперь ты знаешь Откуда это происходит Теперь дальше Все в твоих руках Вот пока Я нашел Единственный способ Обучения Это когда Существует Вот Коннект Между двумя людьми Причем Как правило Выгоду получает И тот Который обучает И тот Который учится Потому что По итогу Они могут Даже поменяться Да и не могут Они меняются Местами Что тот Который обучает Он Учится у этого А тот Учится у этого И получается Ниточка с иголочкой То есть Один за другого Другой за третьего Да И все И все И все То есть Это обмен Энергией Поэтому Ребятки Если вот Говорить Вообще В комплексе Видите Куда меня вывел Вопрос о питании Да То есть Если говорить О питании То есть Началось все С выражения Костя Ты хорошо выглядишь Это не из-за того Что я Стал есть По-другому Хотя и это тоже Я решил Для себя Многие Внутренние Аспекты Почему Я ел Почему я ел Почему я перестал Есть то Что не надо есть Не из-за того Что я себе запретил Сказал Нет нельзя Потому что Ты толстеешь Нет Потому что Крылись другие программы В голове Спрятаны Где-то ложь Каждый человек Даже который не врет Себе Он со временем Начинает врать себе Это нужно Быть постоянным Таким экзекутором Знаете Который себя Нещадно Такой Ааа Куда заврался Ну-ка Заткнись Ты вот здесь Врешь себе Ну-ка давай Вытаскивай Вытаскивай Что у тебя там Давай-давай-давай-давай Ааа Брехло Да Хотел приукрасить События Все Ну-ка давай в глаза И потом смотришь Ну события как события Ну жопа как жопа Простите Волосатая мужская Задница Что тут такого Стыдно Как бы первые Несколько секунд А потом Ну вот да Извините У всех такие задницы И когда ты признаешь Себе Что ты не лучше других Не хуже других Ты такой же Как и все У тебя свои проблемы Свои какие-то Болячки Свои какие-то Затыки Это не лучше И не хуже Чем у Васи Пети Маши Просто у одного Такой затык У другой Такой затык У третьего Четвертый затык Это не значит Что Вот этот затык Круче Вот я лучше буду Сахар жрать Вот у меня батя Так он любит На тетку мою Смотри сколько кофе С сахаром пьет Сам такой Раз чекан достал Хоп-хоп-хоп Я говорю Бать Ну ты ж вон Синьку так же пьешь Как и она Это другое Ну как это другое Если это то же самое Просто это ее затык Сладкоежка Да Но она же не бухает Она и бухает А ты бухаешь Вот и все Как бы у каждого Свой затык Ну-ка Ну знаете Вот тут вижу Тут не вижу Давайте Тут помню Тут не помню Вот так хочу смотреть Вот так не буду И начинаешь выглядывать Несуществующая вещь И при этом Обвинять еще окружающих Ладно ты сам там дебил Ну варись в своем гамне И не лезь ко всем Но это же не так Потому что когда ты говоришь Я дебил Все Ты ждешь инсульта То есть ты никого не обвиняешь Но у тебя жалостки Не достоин жить Короче Я что-то у меня не получил Помните как этот анекдот Прочукшу хирурга Когда он аппендицит режет Режет Такой Эх Все Опять не получилось С жизнью так Ну можно конечно Это ваша жизнь Делать что хотите Но на мой взгляд Жизнь это настолько Ценный продукт Неповторимый Может быть другая жизнь Какая-то другая вариация Но Именно ваша вот эта жизнь Она неповторима И просто ее подчикать Нет Но если вы не обвиняете других Вы обвиняете себя А как только вы начинаете Обвинять себя Вы начинаете болеть Хереть Начинаете прятаться в норку Понимаете Причем То есть это знаете Есть макромир А есть микромир То есть микро внутрь Макро наружу Внутри нас бесконечность Вверх бесконечность То есть бесконечность Хоть туда Хоть сюда То же самое в характере То есть вы можете Самоуничижаться А можете Уничижать других Без разницы То есть интроверт Экстроверт Как там обзывают Пофиг То есть хоть ты себя чморишь Хоть ты окружающих чморишь Ты проблему не решаешь Ты закрываешь глазки Ты не хочешь видеть Ты не хочешь взглянуть На реальность Вокруг себя Но стоит только взглянуть В лицо реальности И все Без обвинений Без ложных Пафосных Я был глуп Я ошибался Вот вы когда идете Допустим По дороге Спотыкнулись В этот камень Нормальный человек Что он сделает Спотыкнулся Ай тву черт И пошел дальше А теперь представьте Как спотыкнулся С точки зрения Как мы делаем В психике Этот камень Кто его сюда положил Я сейчас пойду Напишу жалобу Я сейчас буду разбираться Так соседи Все собирайтесь Кто бросил этот камень Об который я споткнулся Кто этот урод Давайте его казним Давайте его Линчуем Четвертуем Потому что Видите ли Понимаете А другой скажет Ну все Я бросился Камень Я неудачник Я лузер Я лошара Я больше никогда Не выйду гулять Потому что я споткнулся О камень И гулять Это вообще не мое Все После этого Я никогда не выйду На улицу в жизни Хоть туда Хоть сюда Какая разница Это просто Обычный камень Об который ты споткнулся Ну споткнулся ты Блин Не упал Хорошо Зашибись Вот теперь В следующий раз У тебя есть два варианта Ты можешь этот камень убрать Или как в Яралаше Помните Поставить вокруг этого камня Оградительную ленту Встать возле этого камня И всех Кто мимо идет Этого камня Говорит А смотрите аккуратно Это камень Я его огородил Специально для вас Чтобы вы не подскользнулись Обойдите пожалуйста Сторон Снег башка попадет Ходи туда Ходи сюда Тоже с одной стороны нелепо Но так в жизни происходит То есть человек вдруг решает Что он может судить Там Ходить сюда Ходить сюда Другой подойдет Просто возьмет Камень уберет Скажет Что ты тут развел Херню Убери просто камень Пусть люди ходят А третий вообще оставит И скажет А я споткнулся Пусть другой споткнется Тоже опыт получит Вот и все Понимаете Можно несколько вариантов Даже обычного Спотыкания о камень Придумать А что говорить О психологических аспектах Которые затрагивают Сексуальную жизнь Социальную жизнь Личную жизнь Личные моменты То есть Много моментов Которые мы можем Извратить Закрыться от них Вместо того Чтобы просто взглянуть В лицо в реальность Сказать Да я толстый Потому что Я заедаю свою проблему Жру неправильные продукты И ни хрена не понимаю В питании Когда я должен есть Сколько я должен есть И почему я именно Это должен есть А вот это не должен был есть Как только тебе это объясняют Или ты сам себе объясняешь Если у тебя есть время Получить опыт Пожалуйста Опять же Вариантов несколько Ты можешь купить опыт Ты можешь прожить этот опыт Ты можешь спросить у кого-то опыт Ты можешь походить У всех поспрашивать Понимаешь И в итоге Ты решишь этот вопрос И окажется Окажется Что Ну блин Тут же все так просто Вот эти продукты ешь Эти не ешь А Те продукты Ты хочешь есть Не потому что они вкусные А потому что тебе там Не хватает К примеру Жиров Тебе не хватает жиров Но ты при этом Хочешь углеводов Потому что организм Из углеводов Делает жиры И ты вместо того Чтобы там Просто пожрать жиров Нормально Ты просто идешь К примеру На безжировую диету И в итоге Усугубляешь Еще больше положение Нагрузку Даешь на Поджелудочную железу И получаешь Диабет Какого-нибудь Какого-то типа А люди всегда Любят давать Типы диабетам А вместо того Чтобы сказать Чувак Ты просто неправильно Живешь Ты живешь Одни углеводы Братан У тебя Жилочная не работает Поджилочная работает Все Братан Вот и все Вот и весь ларчик Просто открывался То есть Блин Подключай Жиры Убирай пустые углеводы Подключай нормальные углеводы Все Вот так Что так просто Ну да Так просто Блин А что я всю жизнь Так вот жрал Да ты просто Не остановился Не удосужился Себя спросить Ох Гаврюшка дает Зубы лезут Вот Ты просто Не удосужился Себя спросить Почему Ты это ел В итоге окажется Что И плюс Тебя беспокоила Какая-то заноза Ментальная Да Ты не удовлетворен Там какой-то Своей проблемой Ментального характера Или психологического Характера Да Ну не удовлетворен И каждый раз Как ты не вспоминаешь У тебя срабатывает триггер И ты такой Так блин Чтоб не думать Я симпатику На парасимпатику Переключу Вернее парасимпатику На симпатику То есть Если я жру Я не думаю Ага Круто Я получаю удовольствие Пойду пожру А причина триггер Ты потому что Поссорился с женой К примеру Или с мужем И тебя бесит Эта ситуация Ты вместо того Чтобы подойти Обсудить Тет-а-тет Эту проблему Решить ее сказать Да слышишь Мы же блин Дураки Все же просто было И ты идешь Покупаешь там Тортик Пиво И вот и все Потому что Ты себе соврал И просто вместо того Чтобы решить проблему Ты спрятался С страусом В песок А потом А другие Это инфантильный человек Ты инфантильный Самое главное Это знаете Назвать То есть Если бабайку Назовешь бабайкой Она уже не такая страшная Подумаешь Какая-то бабайка А то если бабай Уже страшнее Правда ли А неведомая хрень Это вообще страшно А бабайка не страшно И поэтому Многие люди Просто придумают себе Да у меня просто Сахарный диабет Ах Ну тогда ладно Жри давай То что ты там Жрал до этого У тебя же он просто так Сахарный диабет образовался Ну просто так Ни с того ни с сего Шел-шел ты Раз такой С крыши смотрю Падает сахарный диабет На меня попал Все с тех пор Не отлипает Блин А не из-за того Что ты жрал Непонятно как Непонятно что И непонятно зачем Нет Не из-за этого Случайно упал С крыши пятого этажа Случайно Почему-то в мою сторону Поэтому я особо Ничего больше не делаю У меня сахарный диабет У меня бабайка А не такая страшная Если ты скажешь Что ты скоро Блин без укола Жить не сможешь Это уже страшнее да Ну с сахарным диабетом У меня только второго типа Чего Да я только начал А фух Второго типа Ну ладно Слава богу Хватит Фух Ну и третьего же нет Нормально Все хорошо Поэтому Вы можете Сколь угодно Заниматься чем угодно Но пока Вы не решите Почему вы здесь Мне понравилось Я слышал выражение Не помню у кого То есть не бывает Ошибок человека Бывают ошибки рода Почему Потому что вас мама учила так Если не мама То там улица Если не мама То папа Если не папа То тетя То есть кто-то из близких И он вас научил Жить именно так Жарить на Растительном масле Мясо Жрать Углеводы Быстрые Чай с печеньками И так далее Вас этому научили Вас этому научили Кто? Ваши близкие Как правило Мама Папа И вы просто Воспроизводите То чем Мы вас научили Ваши дети Смотря на вас Воспроизводят То чем они увидят В вас То что вы делаете Они будут покупать Те же продукты Что покупали вы Они будут готовить еду Так как готовили вы Они будут совершать Те же ошибки Что совершали вы Ну может быть В какой-то другой интерпретации Может быть Кого даже ума хватит Он посмотрит Скажет Не братан Я вижу что Ты допустим Бухал А я не хочу Таким выглядеть Я все-таки Наверное С зеленым змеем Буду по-другому общаться А если не хватит Сколько семей Я знаю Которые спиваются Папа спивается Потом сын спивает А потом его сын спивает И в итоге Этот род Там допустим Прекращается Потому что он Постоянно совершает Одну и ту же ошибку И вместо того Что прозабраться Что это за ошибка Он продолжает Эту ошибку Повторять снова Снова и снова И подспудно А есть еще Такой вариант Знаете Мне он больше всего нравится Когда родитель Понимает Что он делает Херню То есть Неправильно ест Должен был в детстве Заниматься спортом Не занимался спортом Вместо того Чтобы начать воспитывать себя В будь каком возрасте Он начинает Воспитывать детей При этом Он курит Пьет Жрет все подряд Толстый Но своего там Сына или дочку Сына отдаст на бокс Потому что ему В шестом классе Насовал там Какой-нибудь там Очкарик И он отдаст сына на бокс Он будет его бить Он у меня привыкнет Я его сделаю мужиком В итоге Зашугает своего сына Так что он От своего батя сбежит Забудет Мама отдаст девочку На гимнастику Где Жирная мама Всегда отдает Дочку на гимнастику Чтоб она не была Такой же толстой Как ее мама В итоге Эта девочка Ухайдокает Своё женское здоровье На гимнастике Как часто бывает В гимнастике В итоге у него Будут проблемы С гормонами И она к 50 годам Преводится в такую Жирную мамашу Которая будет Своим детям Давать Если у нее будут дети Либо точно Такую же информацию Либо говорит Не повторяй моих ошибок Тебе надо быть Лучше чем я Нет Лучше может человек Только стать сам Никто его не сможет Его могут там Побудить там Есть модная такая Мотивация Его могут там Побудить наоборот Хейтеры К примеру Обозвав как-то Его могут побудить Еще чем Те же фильмы Те же книги Но по итогу По итогу Сделать все Он может только сам Ну простите За такую аналогию Нельзя заняться сексом За другого То есть сексом Ты будешь заниматься сам Понимаете Хоть как Хоть как Даже если ты этого человека Будешь пихать В итоге удовольствие Получит он А ты просто запаришься Ну может какое-то Извращенное Эротическое удовольствие Ты получишь Но по итогу Оргазм будет у этого чувака А ты просто Помог Понимаете И вот Любая проблема В жизни Она случается Из-за вашего отношения К этой проблеме А слово проблема Это не Проблема Проблема Это то что надо решить Это вопрос по сути Затык Камень Преткновения Если хотите Он случился Потому что Вы на этот камень Наступили Вы его не заметили Вы на него наступили Вы получили Подножку От этого камня Вы оступились Вы споткнулись Об этот камень Но выводы Можете сделать только вы Наступать на этот камень Снова Убрать этот камень Выстроить вокруг него ограждение Что хотите Можете сделать Но только вы Можете себе Что-то изменить В своей жизни Никто Другие могут быть Катализаторами И бывают часто Но по итогу Изменить можете Только вы Вот такой месседж Сегодня я вам Задвинул нормально Не собирался Оно само Ладно Пока переваривайте Я полистаю Вопросики Чего там А то Уже зачитал Вам нотации Даже Гаврик Успокоился Так Так Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok